Всем привет! С вами Екатерина Губенкова в эфире КФУ Live для абитуриентов. Сегодня мы поговорим об Институте информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета. На ваши вопросы ответит директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Михайлович Абрамский. Здравствуйте! Здравствуйте! И заместитель директора по развитию Ирина Александровна Максимовна. Здравствуйте! Здравствуйте! Я напоминаю нашим зрителям, что вы можете задавать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте Казанского федерального университета. Ну а прежде чем мы перейдем непосредственно к самим вопросам, передаю нашим уважаемым гостям вступительное слово. Ну коротко скажем, что мы ИТИС Казанского университета, нам 11 лет. Мы все эти годы готовим айтишников разного уровня для Казани, для республики, для страны. Некоторые и в мире сейчас работают. Мы приглашаем стать частью нашей большой семьи, а обо всех подробностях, я думаю, расскажем в процессе нашего сегодняшнего диалога. Ну и также мы в конце предполагаем ответить на такие вопросы сроки, стоимости и все тому подобное. Да, но вместе с этим призываем вас читать сайт университета и сайт ИТИС. Спасибо. Ну что ж, давайте приступим к вопросам. И первый звучит так. Расскажите, пожалуйста, про ваше направление института. Камерзный сразу вопрос. Направление у нас одно. Нам, как бы, к нам очень легко попасть. Нужно выбрать программную инженерию в Казанском университете. В Казани мы единственный институт, который готовит по программной инженерии. Но дело в том, что к нам можно поступить на две образовательные программы. Первая программа как раз та, которая у нас уже долгое время идет. Это называется она сейчас современная разработка программного обеспечения. Внутри этой программы мы готовим, в первую очередь, разработчиков, корпоративных, мобильных, веб-разработчиков. Там готовятся прикладные дата-сайентисты, то есть специалисты по разработке приложений с использованием искусственного интеллекта. Оттуда выходят разработчики игр, разработчики приложений в области робототехники. Также некоторые студенты специализируются как аналитики, тестировщики или менеджеры проектов. В этом году у нас скрывается еще вторая программа. Это программа, которая называется «Разработка цифровых продуктов в современных командах». Там, конечно, мы тоже готовим разработчиков, аналитиков, бизнес-аналитиков, тестировщиков. Но ее отличительная особенность – это то, что она будет происходить исключительно в онлайн-формате. То есть все обучение студентов, очное, разумеется, обучение, оно будет происходить не в кампусе, а именно дистанционно через онлайн-курсы, через вебинары, через многое другое. Вот это, я думаю, самое интересное. То есть вот такие направленность два, то есть можно выбирать из них, и внутри происходит специализация. То есть студент, поступив, проучившись год, потом выбирает курсы по выбору, и это формирует его профессиональную карьеру. На самом деле, да, это очень интересно. Вы что-то скажете по этому поводу? Наверное, нужно сказать, почему мы решили открыть этот профиль, в чем ее актуальность. Давайте позже скажем, пока на вопросы подвечаем. Хорошо. Следующий вопрос. Пусть переварит пока наши зрители. Как устроен ваш процесс обучения в институте? Да, замечательный вопрос. Наши студенты, попадая к нам, они попадают, в первую очередь, на базовые предметы. Наш основной учебный план построен, независимо от нашей программы, построен по учебному плану мирового стандарта Computer Science Curricula, который говорит о том, как готовить нормальных айтишников. Собственно говоря, любой айтифакультет, который должен говорить, что он готовит айтишников, он должен на это поориентироваться. Но это где-то примерно 60% нашей образовательной программы. Оставшаяся часть — это специализация студентов, то есть это элективы, курсы по выбору, которые студенты выбирают начиная со второго курса. В семестр они выбирают один или два предмета, и это, соответственно, строит их некоторую профессиональную траекторию. То есть кем они хотят быть, вот такие курсы они и выбирают. Хотят быть веб-разработчиком, выбирают веб-разработка, веб-интерфейсы, фронт-энд и так далее. Хотят быть робототехниками, выбирают C++, Python, датчики, роботетническая операционная система и так далее. Соответственно, 4 года наши ребята учатся, выпускаются 4 года, защищают диплом, но работать по статистике начинают гораздо раньше, со второго курса уже немалое количество, больше половины уже с третьего курса, но к четвертому курсу практически почти 100%. А вот вы сказали, что у вас появилась вторая программа, которая предполагает новый формат обучения в онлайн-формате. Ведь многие абитуриенты, студенты, им сложно как-то контролировать себя, им трудно ориентироваться в целом по этому обучению. Как вы можете возразить, что вы можете сказать? Возражать мы не будем, потому что это действительно новый формат обучения. Единственное, что, во-первых, к нам поступают люди, которые так или иначе прошли ковид, и то есть они видели, что это такое, но они видели самое плохое, то есть мы предлагаем лучшее. Второй момент. Дело в том, что мир сейчас немножко переходит в цифру, и это неизбежно. То есть рано или поздно очень многие наши активности перейдут в онлайн все, включая работу. Уж не говоря про работу IT-специалистов. Еще до ковида многие наши выпускники и просто разработчики, аналитики, они работали в распределенных командах. То есть когда у тебя офис в Казани, такой же офис, например, в Новосибирске, такой же офис, например, на Шри-Ланке или там в Пекине, где-то еще в Буэнос-Айресе, и там надо коммуницировать, да, то есть надо договариваться, надо устраивать созвоны, нужно выполнять задачу в срок так, чтобы команда по другому часовому поясу могла это подхватить. То есть в онлайн-пространстве работа происходит. Если человек в онлайн-пространстве плохо ориентируется, то у него будут проблемы, в принципе, с местом в его системе разделения труда, то есть он себя не сможет найти, да, и поэтому очень важно получить такую вот практику, когда происходит групповая командная проектная деятельность именно вот в распределенной форме. Надо сказать сразу, что студентов мы не бросаем в том смысле, что вот мы выставили курсы и все, делать, что хотите. Нет. Во-первых, обучение – это не дистанционное, это дистанционное, но не заочное обучение, оно предполагает постоянную контактную работу, то есть еженедельно происходит связь с преподавателями, которые объясняют материал, отвечают на вопросы и так далее. Далее. Если это онлайн-курс, то есть все время по нему вебинары. Дальше. У нас будут у наших студентов по онлайн-обучению тьютеры, это как бы их что-то среднее между кураторами и классными руководителями, которые будут с ними разговаривать, говорить об их прогрессе, собирать с них фидбэк, как-то помогать им в том, чтобы здесь, ну, как бы суметь с этим справиться. Соответственно, у нас будет курс внутри «Как учиться онлайн», да, то есть наши студенты, они смогут выбрать курс, который позволит им именно какими-то навыками еще обладеть, то есть это нечто среднее между тайм-менеджментом, обучением и так далее. В общем-то, мы очень много сил бросаем как раз-таки на то, чтобы у нас вот эта программа была эффективной для студентов, чтобы они научились так работать. Конечно, стоит отметить, что мы планируем иногда наших студентов по желанию видеть, потому что, например, если поступать на эту программу будут казанские студенты, то они могут к нам прийти, увидеть, что мы есть как институт, мы можем с ними проводить встречу. Студенты, которые из других городов могут приехать, если они захотят посмотреть и так далее, но они могут также и не приезжать, да, это основная особенность программы. В течение всего времени работы, это онлайн-проектная работа, она идет в течение всех четырех лет обучения, то есть начиная с первого же дня обучения идет работа в проектах, чтобы люди были готовы к тому, чтобы выполнять задачи вовремя и так далее. Говоря про то, что, например, контроль и так далее, вот некоторые родители говорят, вот я отпустил ребенка в общежитие, а он у меня как бы не занимается, так вот вам обратный кейс, вы можете, в принципе, значит, если ваш сын-дочь зачистит на такую программу, вы сможете, собственно говоря, наоборот, как-то участвовать в его обучении, да, даже видеть, как это будет происходить, вот, ну и, разумеется, работать с каждым студентом будет идти, поэтому это отнюдь не просто, что какой-то формат, где мы бросим студентов выплывать, как хотите. Хотя, конечно, наша первая программа гораздо больше набирает людей, чем вторая, то есть первая, которая происходит в кампусе. Просто без таких программ и без таких форматов обучения, ну, скажем так, сложно представить развитие IT-образования, поэтому мы решили просто, скажем так, на этом тренде предугадать. Мы в прошлом году открыли программу, которая была частично онлайн, то есть студенты часть время обучаются онлайн, часть на кампусе, вот, и в этом году мы еще вот сделали вот такую вот ее аватару, то есть сделать прям полноценный онлайн. Я еще хочу дополнить, то есть почему решили открыть именно такой формат обучения, потому что IT-специалисты достаточно быстро начинают работать с третьего курса и... Со второго. Да, да, со второго курса, и им очень удобно совмещать как раз и работу, и учебу, востребованность в IT-специалистов очень высокая, поэтому мы помогаем как раз-таки удовлетворять кадровый голод, и много ребят, желающих, задают вопросы выпускники техникумов, колледжей, которые уже имеют диплом и хотят зарабатывать деньги, но также продолжить свое обучение, получить уже высшее образование, и для них тоже как раз-таки такой формат очень удобен. Ну, либо кто-то далеко живет, и им комфортно находиться у себя дома, но получать такого же уровня образования, как если бы они приехали к нам сюда, в Казань. Я все, что Ирина сказала, не сказала только потому, что я уже очень много говорил. Да, совершенно подписывайся под теми словами. То есть у нас идет спрос от студентов. То есть, например, мы приходим к третьему курсу на занятия, вместо 150 или 100 человек мы видим 10-15. Мы говорим, почему? Ну, я работаю у нас с релизом, вот это все начинается. А когда случился ковид, то есть студенты тайком в рефлексии своей признавались, ну вот если была бы лекция, я бы не пошел, а поскольку она идет онлайн у меня вот здесь, то я как бы включил ее, слушаю и для себя что-то фиксирую. То есть на самом деле это переход в другой формат, который, повторюсь, может даже улучшить обучение для студента, как раз-таки сделав удобным его совмещение с его профессиональной деятельностью, которые они в большей части и стремятся. Давайте будем честны. К нам студенты идут, чтобы начать работать. Такой вопрос поступил от абитуриента. Вопрос по программе магистратуры. Искусственный интеллект, очная форма. Основной упор идет на теорию, математику и так далее, или на практику? Ну, этот неожиданный вопрос про магистратуру. Мы сейчас говорим полковариат, но отвечая нашему зрителю, в магистратуре, наоборот, эта программа предназначена для практиков. То есть для практиков, которые хотят внутри IT-компании понять, как делать продукты в сфере искусственного интеллекта. У нас там достаточно широкий идет спектр технологий, которые мы показываем. Это машинное обучение, это компьютерное зрение, обработка текста на естественном языке, там, виды машин обучения, там, глубокое, значит, reinforcement с подкреплением обучения, семантические сети, антологии, управление знаниями, инфраструктуры. То есть мы показываем все то, что есть в искусственном интеллекте для тех людей, у которых либо есть уже эти образы, либо те, кто хотят понять, что же такое искусственный интеллект. И выходя, они получаются специалистами, которые готовы быть участниками, руководителями команд, которые будут делать будущие продукты, интеллектуальные сервисы с высокой степенью, как говорится, и насыщенные, да, насыщенные решения искусственным интеллектом. Спасибо. И вопрос еще такой. На какую специальность нужно ориентироваться? Специальность в каком смысле? Если это про какое направление подготовки у нас, то это 0.9, 0.3, 0.4. Программная инженерия – это бакалавриат. Если вы вдруг будущий наш магистрант, то 0.9, 0.4, 0.4. Тоже программная инженерия. Если это название программы, то, как я сказал, в бакалавриате их две. То есть это современная разработка ПО, это наша стандартная мощная программа, которую мы тоже в этом году еще сделали лучше. Я просто хочу сказать, пользуясь случаем, да, что, например, мы усилили траекторию, связанную с работой с данными. У нас появилась цельная траектория под названием дата инженерии. То есть это годичный курс баз данных с углубленным изучением баз данных. Потом это переходит в управление данными, дата майнинг, аналитика данных, архитектура данных. Вот это все целый трек, который тянется от второго до четвертого курса. Вот. Потом онлайн наша программа, да, бакалавриата, который я говорил, это разработка цифровых продуктов в распределенных командах. Это в бакалавриате у нас, то есть получается два профиля на одном направлении. Если в магистратуре, там у нас четыре магистрские программы в рамках направления программной инженерии, я их позволю себе перечислить. Опять же, нас могут слушать зрители, которые поступают в магистратуру, планируют. Это аналитика управления разработкой продукт-девелопмент. Это программа интеллектуальной робототехники, это программа технологии виртуальной и дополненной реальности, а также разработка игр. И это программа искусственный интеллект в разработке цифровых продуктов. И если вдруг нас слушают иностранные наши абитуриенты будущего магистратуры, то в этом году мы также открыли в магистратуре онлайн-магистрскую программу на английском языке, которая называется Artificial Intelligence Methods and Tools in Software Engineering. То есть фактически это программа по применению искусственного интеллекта в разработке ПВ. А вот если, например, студент попал на доп. сессию, и у него не получилось, и он пошел на комиссию, она тоже проходит в онлайн-формате? Да, разумеется. То есть если мы говорим про программу, которая работает в онлайн, то происходит экзамен в онлайн-формате. Если это было преподавание в формате вебинара, то это устный экзамен или письменный экзамен с прокторингом. Если это обучение на платформе онлайн-курсов, то тогда это экзамен, ну как тест на платформе, на той онлайн-платформе, на которой мы проходили обучение. Да, то есть все, разумеется, идет онлайн. Еще раз говорю, если мы говорим про то, что это программа онлайн, то онлайн там все. Спасибо. Ну что ж, пришло время перейти к базовым вопросам. А потом мы снова вернемся к онлайну. Я чувствую. Потом мы снова вернемся к онлайну, я чувствую. Хорошо. Так, вопрос такой. На каких направлениях на Балкавриате есть бюджет и сколько вообще в целом бюджетных мест? Спасибо за вопрос. У нас на бюджет, направление на бюджет, у нас вот первое направление, современная разработка, современная разработка ПО. Там 100 бюджетных мест, из них 10 бюджетных мест – это целевое обучение, 10 бюджетных мест – это льготное обучение и 80 обычных мест. Вот, собственно говоря, это и есть наши бюджетные места. На программе, которая онлайн, она у нас, поскольку новая, на новую программу бюджет не выделяется, но я сразу скажу, что стоимость обучения программы онлайн снижена по сравнению со стоимостью обучения первой программы, потому что раз студенты к нам не приезжают, то получается, мы можем снизить некоторые расходы. Это надо понимать, да, то есть экономика работает так. Если это онлайн-программа, то расходы немного снижаются. Она стоит дешевле для студента, чем программа в кампусе. Ну вот по стоимости хочу дополнить. Обычно приказы о стоимости обучения в бакалавриате и магистратуре сдаются либо в конце мая, либо в начале июня, поэтому мы вам сейчас прям точную стоимость обучения назвать не можем. Ну мы можем сказать стоимость по предыдущему году, Ирина Александровна, напомните эту цифру? В магистратуре и в бакалавриате в прошлом году одинаковая стоимость была 162 480 рублей. Ну вот предполагаем, что немножечко на процент инфляции будет увеличена стоимость обучения. И сразу хочу сказать, что достаточно это маленькие деньги по сравнению с аналогичным программам, которые предлагать могут другие вузы, в частности столичные. Там может стоимость быть в два раза больше, чем то, что мы называем. И мы планировали действительно тоже поднимать стоимость существенно, но ввиду событий, тяжелой экономической ситуации, у нас скорее всего просто будет повышение только на инфляцию. То есть за такие деньги, IT-образование, мы даем, конечно, цена не то что соответствует качеству, качество превосходит цену. И следующий вопрос. Как будет проходить процесс поступления в этом году и как подавать документы? Можно я до того, как Ирина Александровна начнет говорить, потому что это ее в принципе вопрос, я сразу скажу, что уважаемые наши абитуриенты, поступающие в бакалавриатную магистратуру, вот Ирина Александровна Максимова отвечает за весь прием. Как бы конечное лицо она, ну в смысле не крайне, я имею в виду, да, а в смысле человек, который знает все. Во-первых, выучите этого человека. Значит, второе. Значит, у нас есть и у университета, и у нашего института, у ITIS есть сайты. Значит, в контексте Казанского федерального университета есть сайт под названием admissions.kpfu.ru. Это сайт всей приемной кампании Казанского университета. Если вы зайдете, там есть раздел бакалавриат, специалитет, магистратура, ординатура, аспирантура и так далее. И в каждом разделе есть вся информация. Правила приема, бюджетные места, перечень направления, сроки уступительных испытаний, приказы тоже будут там выкладываться. Это раз. Второе. Вы можете зарегистрироваться в нашей социальной сети КФУ под названием буду студентом. Она у нас все еще абитуриент. Абитуриент.кpfu.ru Да, вы регистрируетесь там и там вы подаете заявление. Про это сейчас Ирина Александровна еще чуть-чуть расскажет. И, соответственно, там тоже будет вся информация. Там у вас будет ссылка на экзамен, если у вас будет внутренний экзамен. Там будет ваш рейтинг, куда вы проходите. Там будет перечень направлений, куда вы подали документы. То есть там вы будете видеть ваш прогресс. Еще один интернет-ресурс. Это наш сайт ITIS. kpfu.ru slash ITIS. И там есть раздел поступающим. Там тоже и про бакалавриат, и про магистратуру там все написано. Поэтому я в первую очередь призываю вас прочитать всю информацию там. Она будет там обновляться, выкладываться, но там вся актуальная информация. Но, разумеется, у нас будет работать и приемная комиссия, и линия поддержки, и телефоны, и телеграм у нас работает. Собственно, можно все эти вопросы спрашивать. Вот теперь, сняв Сарина Александровна вот эту часть, я могу ей передать слово про детали. Спасибо большое. Прием ваших документов открывается с 20 июня и длится чуть больше месяца по 26 июль. То есть в этот промежуток времени, после того, как вы получили аттестат из школы, либо диплом бакалавра, вы имеете право подать заявление об участии в конкурсе на прием. То есть это либо через систему абитуриент.кпфу.ру, либо через суперсервис на госуслугах, также это все будет доступно. Вам необходимо будет подготовить минимальный набор ваших документов. Это скан вашего паспорта, скан аттестата с приложением, то есть всех страниц, и вашу фотографию. Вы это все будете загружать в одну из систем, и там же в этой системе будут чаты, в которых вы можете задавать вопросы. Мы вам что-то можем писать и отвечать на ваши вопросы. Это что касается общей университетской системы. В этом году мы возвращаемся, то есть все вузы России опять возвращаются к приему документов именно в оригиналь. То есть чтобы быть зачисленным на бюджет, то есть если вы проходите по вашему сумме баллов ЕГЭ на бюджет, то вам необходимо будет предоставить в этот вуз, который вы хотите, например, к нам, именно оригинал аттестата, либо дипломы. И у вас должно быть написано заявление о согласии на зачисление. То есть предыдущие года, вот ковидные, постковидные, мы принимали только по скану заявления о согласии. То в этом году мы опять возвращаемся к традиционной форме, то есть оригинал аттестата должен находиться в том вузе, куда вы хотите именно поступать. Ирина Александровна, вы сказали бюджет, контракт тоже? Бюджет. На контракт такой необходимости нет, то есть можно быть зачисленным при наличии заявления о согласии на зачисление, заключение договора и оплаты. То есть, собственно говоря, наш онлайн-профиль, поскольку является исключительно контрактным, то на него тоже можно быть зачисленным, не приезжая в кампус. Хотя можно приехать и посмотреть, мы встретим, покажем, опять же, что. Ну и хочу отметить, что в летние месяцы, это июнь, июль, мы очень часто, почти что каждую неделю проводим онлайн-встречи. Мы вконтакте будем проводить, обычно у нас это происходит по пятницам в 16 часов, мы устраиваем экскурсии по нашему кампусу, по нашим лабораториям, и отвечаем на многочисленные вопросы, и держим вас в курсе той ситуации, той картины, которая у нас происходит с появлением заявлений, проходными баллами, потому что они постепенно нарастают с количеством заявлений о согласии. Мы всегда вам доносим эту всю информацию. И хочу также вас успокоить и предупредить, что мы всегда обзваниваем высокобальников, интересуемся, куда они уже написали заявление о согласии, для того, чтобы успокоить тех ребят, которые находятся на ограниченных и пограничных позициях, проходят на бюджет, не проходят, проходят они на грант, не проходят, и тем самым вы можете принять решение, то есть приносить заявление о согласии и не приносить. Поэтому мы всегда на стороне вас, мы за вас также переживаем, как и ваши родители, как и вы переживаете. Мы, можно сказать, вместе с вами поступаем. Каждый год. Каждый год. Продолжение этой темы. Вопрос от абитуриента. До какого числа нужно предоставить оригинал аттестата для поступления? Ну, наизусть. Я сейчас все даты не помню. Эти даты указаны у нас на страничке для абитуриентов. Там, потому что есть разные сроки. Для тех, кто поступает по квоте, как дети-сироты, инвалиды и целевики, для них один срок, то есть это где-то примерно 29 июля. Потом следующий срок, это зачисление на бюджет, примерно это бывает в числах 4-6 августа. То есть, ну, наизусть мы не помним, нужно просто открыть страничку. А на контракт там несколько у нас будет приказов на зачисление на контракт, и вам нужно будет до определенного срока принести оригинал, заключить договор и оплатить. И чтобы мы уже увидели на нашем расчетном счете университета поступление ваших денежных средств, и после этого вы попадаете в приказ. Спасибо. Какие проходные баллы были на бюджет в прошлом году и изменились ли они в этом? Можно я отвечу? Да. Во-первых, в прошлом году проходные баллы на бюджет, получается, было тоже 100 мест, также 10-10-80. На 80 мест проходной на бюджет был 273 балла. Вот. Это достаточно высокий балл. Вот. Но как будет в этом году, мы сказать не можем, потому что это зависит от нескольких факторов. Фактор номер один заключается в том, что мы проходной балл вычисляем по итогам сдачи ЕГЭ, которые сейчас будут только у нас, созданы нашими выпускниками школ. Получается, они формируются в общий рейтинг, мы отсекаем верхнее пороговое значение, и это, собственно, и есть проходной балл. Что может влиять на него? Ну, первый вопрос. Это сильные студенты. Куда они уезжают? Они будут уезжать в Москву, в Питер? Или они будут уезжать за рубеж? Или не будут? Ну, у нас есть определенные, наверное, выводы, что за рубеж они будут уезжать в меньшей степени в этом году. Но, скажем так, мобильность внутри страны, она остается такой же. То есть люди, кто хочет поступать, там, скажем, в столичный вуз, они будут уезжать. В ковидный период у нас была некоторым образом снижена мобильность студентов между городами, да, то есть люди чаще выбирали место поближе, да, и были случаи, да, когда, например, поступив в столичный вуз, они к нам переводились, потому что там было дистанционное обучение, а у нас оно шло в кампусе, да, в гибридной форме. Вот, соответственно, в этом году получается у нас ситуация немножко другая, и в этом году мы ожидаем, что, может, мобильность будет чуть выше. Поэтому балл может плавать, он может быть чуть-чуть ниже, может быть, он будет, там, чуть выше. Вот, предугадывать это дело достаточно сложно, поэтому моя рекомендация просто, если вы хотите поступать на бюджет, то надо очень хорошо готовиться, сдать все три экзамена, да, видите, вот в том году средний, то есть средний, значит, минимальный, точнее, пороговый балл – это 91 по каждому предмету. Однако у нас в институте исторически есть еще одна форма обучения не за свой счет. Это грантовая система, о которой тоже надо быстренько сказать. Лучшие контрактные студенты ИТИСа получают средства на оплату их обучения в течение года. Это кто поступил. А дальше они тоже участвуют, все контрактные студенты, в конкурсе на следующий период предоставления вот этой платы. Эта вещь называется грантом. Что такое грант? Республика оплачивает у нас обучение самых лучших контрактных студентов, потому что 273, а у кого 276, он плохой студент, который как бы плохо сдал экзамен, замечательно сдал экзамены. И получается, когда мы открывались, вот, собственно говоря, этот инструмент поддержки был для увеличения количества талантовой молодежи, которая обучается здесь и потом приходит на работу в компании в Татарстане. Соответственно, грант получают лучшие контрактники. Что надо сразу понимать, да, хотя контрактные, значит, ну, контрактные баллы сразу известны, да, и можно сказать, о, я прохожу на грант, не прохожу, все-таки считается, что конкурс на грант идет уже среди студентов. То есть, когда приказ о зачислении происходит, уже начинается работа, а кто из них грант получает. И бывает такое, что некоторые коллеги отказываются от гранта. Почему? Потому что условие гранта заключается в том, что вы столько лет, сколько грант получали, вы отрабатываете в одной из компаний Татарстана любой, но по специальности, да, как, собственно говоря, там, IT-специалист. А если вы работаете в госучреждении, то вам засчитывается, да, два года гранта за один год работы. Соответственно, некоторые коллеги говорят, нет, я планирую, там, не знаю, переехать после окончания университета, но таких немного, таких немного. Каждый год контрактные студенты, снова сдавая сессию, две сессии, летом они снова, собственно, упорядочиваются по рейтингу, в общем, академическом, это сумма всех баллов за все экзамены, снова лучшие студенты получают гранты, да. Таким образом, чтобы грант сохранять, необходимо учиться хорошо. Если грант, скажем так, если учиться не очень хорошо, можно съехать вниз по рейтингу и, собственно, грант потерять, а потом снова его вернуть, например, вот, себе имеется в виду. Соответственно, знаете, да, что у нас есть еще такая вещь, то есть у нас хоть и там, вот я говорил, 80 мест, ну, которые, вот, собственно, чистых общих мест, но еще лучшее 30 студентов контрактных у нас финансируются из средств республики, этот первый год будет вами оплачен. Чтобы дальше получать грант, вам просто нужно также хорошо учиться на, там, лучшие оценки. Спасибо. Как происходит процесс поступления для иностранцев? Води я, да. Ну, может, это тот же, отослать какой-нибудь ссылки еще заодно? Ну, подробная инструкция также у нас размещена на сайте для абитуриентов, и там есть раздел для иностранных студентов. Также у департамента внешних связей есть специальный телеграм-канал и ватсап-группа, и все телефоны и адреса каналов указаны на странице для абитуриентов иностранных. И ребята имеют право поступать к нам на контракт, естественно, и для этого нужно сдать всего лишь два экзамена, русский язык и математика. В этом году у нас будет четыре, можно так сказать, волны прохождения экзаменов для абитуриентов. Вот сейчас идет первая волна в мае на контракт, вторая волна в июне будет, третья в июле и четвертая в августе. То есть вы уже сейчас, если у вас на руках есть аттестат либо диплом, вы уже можете подавать заявление, также через систему абитуриент.кпфу.ру, и из нее же будете сдавать экзамены дистанционные, вам необходимо, нет необходимости приезжать сюда к нам в кампус. Но есть некоторые страны, которые имеют право обучаться на бюджете, ну, например, такие, как ребята из Казахстана, из Белоруссии и ряд еще нескольких стран. И вы можете наравне с нашими гражданами России участвовать в общем конкурсе. Вот у нас 80 мест в общем конкурсе. Для этого вам необходимо также сдать три экзамена математика, информатика, русский язык. И если у вас хороший балл, вы будете зачислены на бюджет. Если абитуриент не из этого списка стран, которые сразу же могут поступить, участвовать в этом конкурсе на бюджет, то вы имеете право поступать как соотечественник. То есть вам необходимо будет доказать этот статус и подробно информация также размещена на сайте для иностранных граждан, что необходимы какие документы. Это свидетельство о рождении вашим, свидетельство о рождении ваших родителей, то есть в которых прописано, что родители родились на территории Советского Союза. Спасибо. Еще такой интересный вопрос. Где студенты проходят практику? Практика есть двух видов. Это летняя практика и распределенная практика. Значит, летняя практика идет после первого, после второго, после третьего курсов. Распределенная идет, начиная с семестра второго курса и, собственно говоря, до конца обучения. Преимущественно практика происходит у нас в компаниях-партнерах. Это крупные компании Татарстана. Некоторые из них, скажем так, даже на слуху, там, скажем, Барсгруппы, СЕЛ, Технократия, Плэтстек и многие другие. Я уж тут всех коллег не смогу быстро перечислить. Но, скажем так, это компании, которые стабильно берут на работу наших студентов, заинтересованы в обучении, участвуют в нашем образовательном процессе. Вот у нас на самом деле среди состава преподавателей по головам около 50% это привлеченные специалисты из индустрии. Соответственно, когда мы говорим проходит практику, вопрос, а практика это что значит? Потому что взаимодействуют они с преподавателями еще в университете, в аудиториях, им рассказывают тот опыт, который есть у этих специалистов. Также у нас есть, скажем так, наши внутренние лаборатории, успешные подразделения, которые позволяют вести такую R&D, практику, да, Research and Development. Это лаборатория робототехники, лаборатория, значит, AR, VR, то есть виртуальной дополненной реальности компьютерных игр. Это лаборатория, которая занимается биоинспирированными, значит, нейросимуляциями, то есть там занимаются проблемами, значит, связи нейробиологии с вычислительными архитектурами, есть там успешные очень эксперименты. Есть лаборатория у нас по EdTech, то есть это по интеллектуальным приложениям в сфере образования Smart Education Lab. То есть наши студенты могут выбирать практику либо внутри лабораторий наших, либо в лаборатории наших партнеров или компаний-партнеров. А при этом как бы наши внутренние лаборатории дают практику ничуть не хуже, то есть это такая же разработка и деятельность, связанная с появлением каких-то проектов. Вот, скажем так, исследовательская работа, научная работа, это, скажем так, это когда ты занимаешься тем же самым, что и в бизнесе, только это еще и ты придумываешь что-то новое. Вот как-то так. У нас есть и формат летней практики двух недель, и семестровая. Ну да, летняя практика, я только что это говорил, летняя практика, она у нас более широко охватывается компанией, и у нас вообще говорят, когда компания-партнер новая приходит, мы обычно как бы опросив ее, что она хочет, мы первым делом ее выставляем на летнюю практику для наших студентов. Студенты проходят там практику, нам рассказывают, как они там проходили практику, если там все хорошо, то мы дальше уже можем с этой компанией как-то взаимодействовать. Вот, то есть достаточно практик постоянно, и проектная работа постоянно, потому что без проектной работы у нас IT-специалист не получится. У нас есть на первом курсе зимняя школа, да? Да, у нас проводятся некоторые проектные школы. В том году мы проводили зимнюю проектную школу, в этом году мы не стали провести зимнюю, но провели весеннюю проектную школу, которая сейчас продолжается. Там у нас участвует около 70 человек, первокурсников, которые по желанию выполняют проекты. То есть проектная работа у нас, она с первого курса факультативна, хотя некоторые предметы внутри требуют проектной работы, со второго курса она уже обязательна. Но вот на профиле, который онлайновый, да, Мы для того, чтобы ребят как бы сплочать и так далее, мы обязательную проектную работу устраиваем прямо с самого первого курса. Ей поступил вопрос. Состоявшимся сеньор разработчикам актуально ли будет только программа по искусственному интеллекту? Если честно, я наоборот бы сказал, что есть вопрос, что такое сеньор разработчик, в какой сфере. Если вы сеньор по разработке java.net мобильной разработки, да, то вам там будет, ну, много нового. Если же вы сеньоры, вы как бы в вашем образовании был искусственный интеллект, то есть вы проходили профильные предметы, я не думаю, что мы расскажем сильно много нового, потому что все-таки эту программу мы делали для того, чтобы показать широту того, что есть. То есть мы скорее видим на программе по искусственному интеллекту людей, которые приходят для того, чтобы повысить свои компетенции в этой сфере. То есть, например, условный project manager в компании или аналитик, и он хочет сделаться data-аналитиком. То есть он не хочет быть не просто аналитиком бизнес-процессов, он хочет еще как-то собирать данные, их анализировать. Скажем так, какой-то принимать решения, строить модели, как-то сделать какую-то нейросеть, которая что-то делает. Хоть понимать, как нейросети работают. Может, ему врут его разработчики, что 3 месяца нейросеть обучается, не трогай нас, мы заняты только этой нейросетью. Чтобы таких не возникало пробелов, мы, собственно, эту программу открывали. Если это сеньор, который давно уже состоявшийся, то вопрос, опять же, в какой сфере коллега работает, чтобы наша программа была полезной. У нас есть программа аналитика и управления разработкой, где мы, собственно говоря, вот левелапим как раз-таки разработчиков до позиции менеджеров проектов или системных аналитиков, именно которые понимают весь процесс разработки ПО, который называется программной инженерии как раз-таки, и они выходят уже с полным пониманием, какие команды задействованы, какие между ними коммуникации происходят, как управлять коммуникациями, как управлять людьми, как управлять инфраструктурой, как это все влияет на разработку цифрового продукта. Вот, собственно, поэтому программа называется Product Development. Вот, там у нас один из партнеров по этой программе – это Сберу, у которого свой набор курсов именно по разработке цифровых продуктов на их платформе. Вот. Мы больше даже вот думаем, что, скажем, если человек просто является разработчиком, квалифицированным, то ему было бы, может быть, интересно как раз-таки прийти на такую программу. Но, повторюсь, у меня нет ответа стопроцентного, да или нет, потому что это всегда зависит от человека. Мы вчера проводили день к дверей магистратуры, и будем еще проводить не один. У нас будут и презентации тоже обновленные на сайте, можно почитать информацию, и если есть вопросы, можно их вот через нашу социальную сеть задать, мы тоже ответ на них дадим. Где работают выпускники вашего института? Ну, ряд компаний я упомянул. То есть, в первую очередь, это, разумеется, Казань, Казань и Татарстан. Это их и первая работа, да, некоторые продолжают работать. Ну, вот, опять же, каких-то, ну, дать других упомянем. Тинькофф, офис разработки, Банк России, Сбер, Сбертех, Сберрешение и так далее. Значит, компании, которые занимаются там разработкой оперативных систем, то есть там, например, Симберсофт, Орион Инновейшн, компания, значит, ACI Worldwide, да. Да, значит, есть стартапы, в которых работают наши разработчики, да. Некоторые уходят работать в стартапы, которые, например, рядят с резидентами IT-парка Казанского или резидентами Иннополиса. В Иннополисе очень много компаний представлено, куда студенты идут работать. Некоторые из наших ребят, значит, устраивались на работу в компании уже, скажем так, столичные, например, в Яндексе, в ВК, в Сбере в Московском. Некоторые наши коллеги работают. Вот. У нас есть, скажем так, например, известно, что наши там выпускники участвовали в разработке, значит, некоторым образом в разработке Яндекса Алиса, да, и сценария для нее. Также один из выпускников нашей лаборатории Digital Media участвовали в команде в качестве дизайнера в постпродакшене некоторых известных фильмов, да, из-за чего как бы даже удостойны были определенных наград. Вот. То есть достаточно широкий спектр наших партнеров. Да, Game Design тоже компания, которая занимается разработкой игр, они у нас представлены, и в Казани сейчас есть такие компании, и в целом по стране. В общем-то везде можно работать. Мы достаточно широкий пул наших партнеров, где наши студенты работают. Разумеется, преимущественно IT-компании, банки, у которых есть свои собственные IT-отделы. Вот. Чуть реже, но я рад, что это есть ребята, совмещая это с академической карьерой. То есть кто-то идет в университет преподавать, кто-то идет делать какие-то исследования и разработки в лабораториях. То есть это тоже вариант карьеры, который можно совмещать с работой. Собственно, работу найти после нашего образования не проблема, потому что мы все эти четыре года, собственно, вас окружаем кучей партнеров, с которыми только дело, что разговаривая о том, кем ты будешь становиться. Может быть, стоит еще указать, как происходит распределение ребят по специализациям, которые начинаются у нас со второго курса. Мы, в принципе, об этом говорили, да, может, мы повторим, да, что у нас со второго курса наши студенты, независимо от профиля, онлайновый профиль или оффлайновый, собственно говоря, они выбирают курсы по выбору, которые определяют их некую профессиональную специализацию. Это веб-разработка, мобильная разработка, корпоративная разработка. Значит, на втором профиле там бизнес-аналитика и тестирование, как специализации уже на втором курсе появляются, вот там, где онлайн у нас. Это робототехника, ER, VR, разработка игр, искусственный интеллект. И вот, собственно, они строят из цепочки элективов, то есть каждый семестр они выбирают один-два курса по выбору, которые влияют на их финальный набор компетенций. Со второго курса, второго семестра, они также официально прикрепляются в какой-то лаборатории, которая курирует их проектную работу в течение всего времени обучения. Если у них, получается, они пишут там дипломную работу, если лаборатория готова это давать, если лаборатория, она как бы, ну, более практикоориентированная, то тогда студенты еще и на четвертого курса выбирают научного руководителя, с которым они вместе пишут дипломную работу. Вот, это может руководитель от компании быть, может какой-то внутри, опять же, университет. Вот, собственно, так специализация происходит. А вот у нас еще есть новое введение, это по защите диплома стартап как диплом. Да, это есть, скажем так, только не хотелось бы, как бы сказать, создать ощущение, что это легкая вещь, потому что это то, с чем мы боремся. То есть сейчас родилась концепция, что студенты профессиональных направлений, айтишных, могут защищать диплом в концепции стартапа. Это правда, но на самом деле этому предшествует очень долгая работа. То есть, чтобы защитить на четвертом курсе диплом как стартап, нужно на третьем курсе об этом подать заявку, пройти несколько экспертных отборов, обосновать сложность проекта, рассказать, чем каждый участник стартапа занимается, потому что это не может быть защита диплома превращена в то, что есть команда, в которой один или два человека сделают всю работу, а остальные просто примажутся. То есть это очень скрупулезно проверяется, кто что делает, и дипломы могут просто не согласовываться с тем дипломом, просто из-за того, что непонятно, почему для этого стартапа условно нужно шесть человек в команде, а не два. Но тем не менее такая возможность есть. Вот у нас на будущий год подали заявку несколько команд, которые в первый раз в следующем учебном году они защищают диплом в формате диплом как стартап. Ну и разумеется, такая возможность остается для наших обучающихся. Мы к этому формату готовы как раз для того, чтобы вы наши поступающие по этим уже устоявшимся вещам могли защищать диплом. Вот сейчас мы проводим эти эксперименты. Спасибо. Можно ли поступить на сокращенную форму обучения после техникума? Давайте я отвечу. У нас не предусмотрена сокращенная программа, потому что нет подписанных договоров с техникумами. У нас все-таки уровень образования, он значительно выше. И вы те дисциплины, которые ранее изучали, то есть их нет в нашем учебном плане. Поэтому вам придется обучаться все четыре года. Но для таких ребят, которые думают сократить свой срок обучения для того, чтобы как можно быстрее работать, мы создали вот этот второй наш профиль с применением дистанционных образовательных технологий, чтобы вы могли совмещать и учебу, и работу. Но я сразу скажу, что это в планах есть. То есть если вдруг нас слушают будущие выпускники техникумов, то у нас есть планы, потому что такие программы у нас появились. А дают ли баллы за итоговое сочинение или за золотой значок ГТО? За сочинение дополнительных баллов нет, но есть индивидуальные достижения, их не так много. За золотой значок ГТО плюс два балла, за аттестат и диплом после техникума, именно аттестаты с отличием и диплома с отличием плюс пять баллов. За победу в межпредметных олимпиадах и научная конференция для школьников имени Лобачевского. За первое место плюс пять баллов, за второе, третье место плюс три балла. То есть есть такие... И вновь, стоит сказать, что полный перечень дополнительных баллов находится на сайте admissions.kpf.ru в разделе «Правила приема». То есть приложение с этими доп. баллами. И вам нужно, если у вас есть такие дополнительные баллы, сделать еще скам этих документов и потом загружать в ваш личный кабинет, когда вы будете подавать ваши заявления. И потом наша комиссия будет проверять и одобрять ваши документы. То есть у вас эти доп. баллы будут суммироваться к сумме баллов ЕГЭ. Можно ли оплатить за обучение частями? У нас на первом курсе предусмотрена стопроцентная оплата. То есть вы должны будете оплатить все. Но университет иногда идет на исключение. И мы в крайних случаях предоставляем возможность рассрочки. Но для этого нужно будет подписать заявление на рассрочку. И все-таки вторую часть вам нужно будет оплатить осенью, в ноябре месяце. А вот на последующих курсах со 2 по 4 университет предоставляет право оплачивать по семестрам. То есть до 31 августа вы должны осенний семестр оплатить и до 1 февраля уже весенний семестр. Ну, могу сказать, что на этом базовые вопросы закончились. Предлагаю перейти к вашему новому профилю «Разработка цифровых продуктов в распределительных командах». Можете ли вы рассказать про его актуальность и немножко пару слов? Думаю, Абитурия там будет интересно послушать. Мы сейчас все это рассказывали про онлайн. Фактически это он и есть. Я просто хочу еще рассказать, что для нас это очень важный проект, который мы вынашивали еще даже до ковидной времена. Такие идеи были. В ковид как будто бы это было очевидным, что такую вещь надо открывать. Значит, мы проводили предварительные эксперименты, брали людей, моделировали форматы обучения. Вообще онлайн это, повторюсь, онлайн обучение – это некоторое будущее. А онлайн работа – это еще как бы ближайшее будущее, особенно в IT-сфере. Все наши программы мы строим от того, что наш студент понимает, зачем он на них поступает. И поэтому мы еще раз с вами проговариваем, что в случае онлайн обучения у вас появляется возможность выстраивать свою собственную профессиональную карьеру параллельно обучению. Также у вас появляется возможность, собственно говоря, попробовать себя в той как бы среде, в которой работают как раз-таки разработчики, которые перешли на удаленную или на домашнюю работу. Есть, собственно говоря, такой даже термин – цифровое цыганство, если я правильно помню, когда, собственно, IT-специалист переезжает по миру и работает в любом месте мира, но, в принципе, он работает на ту же самую компанию просто из другой точки. И у нашей, кстати говоря, компании-партнеров такие ситуации есть. То есть, как бы, скажем, за последние месяцы мы регистрилили абсолютно разные ситуации компании. Какие-то компании полностью переезжали в другой город, какие-то оставались здесь, но разрешали часть сотрудников работать, какие-то сказали, просто, ну, у нас как работали, так и работают, но с ковидом мы разрешили удаленную работу. То есть надо привыкать к тому, что вы должны уметь себя, скажем так, вот поднять с утра, и вот у вас есть определенный план на день, в котором вы работаете в домашней обстановке. Это нестандартная вещь, понятное дело, но это те компетенции, которые действительно нужны, и нужно их отрабатывать, обучаясь примерно в том же формате. Повторю, что это не означает, что вы брошены, что с вами никто не будет разговаривать и так далее. У нас работает онлайн, вообще говоря, поддержка со стороны нашего учебного офиса. У нас деканат работает в Телеграме, то есть все наши студенты по всем вопросам пишут Телеграм деканата. Мы ввели систему просто хэштегов, то есть когда они пишут вопрос, пишут хэштег, там, расписание, хэштег, курс по выбору, хэштег, деканат, хэштег, бухгалтерия. Соответственно, онлайн-сервис у нас работает. У нас есть сайт. У нас отработаны системы работы вебинаров. То есть мы использовали до последнего времени Microsoft Teams. Сейчас тестируем еще аналоги. Понятно, по каким причинам, что вдруг какие-то будут перебои с этим. Они есть. Тоже они успешно уже опробируют себя. Есть и отечественные аналоги. Вот у того же Яндекса есть там Телемост. Есть другие продукты. У нас есть Moodle – это система обучения, в которую можно выкладывать онлайн-курсы. У нас есть онлайн-партнеры. Самое главное, что мы в процессе работы по этому профилю мы вели переговоры и ведем переговоры с нашими партнерами. Это крупные российские компании, которые занимаются онлайн-обучением. Фактически, что еще такое вот эта программа? Это некоторый хаб для лучших курсов наших коллег, которые занимаются онлайн-обучением. Просто мы за вас, за наших абитуриентов, соответственно, из этих курсов мы набираем программу, сами тоже смотрим, что там проходится. Но я могу некоторых назвать коллег, с которыми мы сейчас ведем разговор. То есть это, во-первых, Skillbox-компания. Я буквально недавно встречался с ней в своей командировке. Это компания… Мы ведем сейчас коммуникацию с компанией HTML Academy, которая занимается именно онлайном в сфере веб-разработки. У нас достаточно сейчас развиваются отношения с Яндекс.Облаком. Это Яндекса подразделение, которое занимается облачными сервисами, вот Яндекс.Облако используется как продукт на нескольких наших курсах, а теперь мы с ними хотим еще развить отношения в плане использованных цифровых инструментов для организации обучения. Значит, о Яндекс.Облако, где Яндекс.Облако, там Яндекс.Контест, Яндекс.Практикум и так далее. Вот. У нас очень тесные отношения со Сберму, у которого тоже есть свой университет, у которого тоже есть онлайн-образование. То есть мы со всеми партнерами ведем разговор о том, чтобы их лучшие курсы, лучшие практики онлайн привлечь сюда. И они были доступны для наших студентов, которые на эту программу поступят. И опять же, вот, собственно, задача-то университет на самом деле не только в том, чтобы какие-то знания дать. У нас есть как раз наши онлайн-партнеры, они тоже предлагают некую специализацию. Наша задача провести людей по всем тем знаниям, которые есть, чтобы они прошли через проектную работу обязательно, могли работать друг с другом в командах в таком формате. Да, это получается очень сильный специалист, который действительно может работать в любой точке, на любую компанию. Ну и боюсь, конечно, на любую позицию, потому что мы все-таки специализируем людей, да, но тем не менее. То есть вот такую программу мы конструируем и, собственно говоря, ждем очень наших первых абитуриентов, с которыми мы точно будем индивидуально общаться практически с каждым, да, как по всем проблемам или каким-то трудностям мы будем коммуницировать. Собственно говоря, как-то так. Можно я еще добавлю? Почему такой формат, он более удобен? Ну вот, например, родители, они думают, вот мой ребенок закончил школу, и от классного руководителя я передаю его в вуз, где будут за ним следить. Ну, высшее образование не предназначено для того, чтобы здесь были классные руководители и сидели, отмечали в журнале посещения наших студентов. В вузе этого вообще нет, и никто не отслеживает, был сегодня данный студент на лекции или на занятиях, или нет. Это уже ответственность самого студента. Когда человек находится уже на цифровой платформе, то там, естественно, уже есть и цифровой след, и он уже может, то есть, это его также, можно сказать, еще больше контролирует, нежели когда он ушел на учебу или он спит у себя в общаге, пошел он на лекцию, не пошел, а потом родители удивляются. А что же происходит? Абсолютно так. То есть, когда у нас был Тимс, как раз-таки у нас, когда поднимался вопрос, а где это все выложено? Мы говорим, вот ваш ребенок вот в этой команде, вот тут вот в этом канале, вот такое объявление. То есть, когда это все в аналоговом формате, это еще, поди, докажи. Кстати говоря, по поводу того, чтобы передать в университет, я все-таки скажу одну вещь, которую я все-таки как директор института вел, с которой наши студенты спорят, но все-таки, как вы знаете, в университете можно сдавать три раза экзамен, то есть это сессия, это доп. сессия и комиссия, когда коллектив преподавателя решает, скажем так, что уже вы учитесь или нет. И вот мы, собственно говоря, обнаружили такую очень несерьезную вещь, что внезапно, когда там студент проявляет плохие оценки и там что-то не сдает, значит, у нас, особенно с комиссией уже отчисление идет, тут нарисовываются родители, как так, что случилось, мы ничего не знали. Вот, я поэтому для родителей скорее говорю, хотя, может быть, некоторые сейчас абитуриенты скажут, ой, все, мы сюда не поступаем, тут нас будут контролировать, но все-таки, мы считаем, что вылет на комиссию – это форс-мажор, а у вас есть как бы близкие ваши лица, контакты которых вы оставляете в университете, поэтому все наши студенты, которые когда-нибудь попадают на комиссию, все их семьи об этом уведомляют, что, а вы в курсе, что у вас как бы есть проблема, что на комиссии студент может потенциально быть отчислен, если он комиссию не сдаст. Вот, финиш был, когда, знаете, но я уж просто расскажу историю, да, когда, значит, к нам пришла мама одного нашего бывшего студента с вами, вы что так плохо работаете? «Почему? Вы, говорит, что полгода не можете моему сыну справку дать, что он учится в университете?» Мы говорим, так, кто ваш сын? Он за эту фамилию, мы говорим, так он полгода как отчислен? Как это отчислен? Он говорит, что вы справку не можете в этот, выяснилось, что такие ситуации бывают. Нам хотелось бы, чтобы все-таки наши студенты, во-первых, не доводили свою ситуацию до, скажем, таких критических, но если они доведены, то все-таки надо как-то вместе решать эту проблему, помогать должны все. Мы помогаем всегда студентам, мы разговариваем и с родителями, и с студентами, мы подсказываем, как лучше поступить. И вот, собственно, как Ирина Александровна сказала, в онлайне эту проблему, что кто-то потерялся, можно гораздо раньше диагностировать, потому что цифровой след в трансляциях, в собраниях, в онлайн-платформах, сдача домашних через онлайн-платформу, там это все остается, там это можно посмотреть, как, собственно, какой прогресс обучающихся. Если он пустует, то можно уже задаваться вопросами гораздо раньше, чем даже наступает время первых экзаменов. Вопрос такой поступил, написали, интересно. Михаил Михайлович еще преподает, был самым любимым преподавателем. Я преподаю, но я не знаю, мне кажется, что если люди бы оказались сейчас на моих предметах, то, скажем так, сказали бы, что-то не дотягиваешь до старого уровня, да, потому что все-таки основную часть моего времени занимает административная работа. А тогда я продолжаю курировать предмет информатика, так или иначе, я читаю лекции в одном из потоков, курирую направление веб-разработки на питоне, вот, и у меня есть свой маленький курс по выбору про цифровую образовательную среду. Вот так что, если кому-то интересно, то попадете ко мне. На самом деле так получается, что большая часть студентов в институте мне задает экзамен, один из экзаменов, поэтому я, когда рассказываю все эти истории, я говорю их не как директор, а как еще и преподаватель, потому что я все это вижу. Ну, в целом все, на этом наши вопросы закончились. Спасибо большое, что пришли, поделились очень интересной и важной информацией. До новых встреч! Мы можем только пожелать нашим уважаемым абитуриентам, во-первых, определяться с выбором уже побыстрее, мы вас ждем, но знать, что любой выбор, который вы делаете, он правильный. То есть нет понятия поступить не туда. Вам почему-то захотелось прийти туда, вы и поступили. Но если вдруг вы синхронизировались с нами, вам понравилось то, что мы предлагаем вам, то, что мы рассказываем, мы приглашаем вас поступать в ИТИС, в Институт информационных технологий и интеллектуальности Казанского университета. Я скажу, что мы сейчас институт, до этого мы были высшей школы, то есть если вы слышали про высшей школы, то есть это то же самое, буквально изменилось только название. Мы вас ждем. О нас вы можете спросить у наших выпускников или у ваших родственников или друзей, которые у нас учатся. У нас достаточно большое комьюнити. Общее количество выпускников у нас уже превысило тысячу человек за последний год. Вы можете узнать о нас у наших компаний, партнеров. В принципе, мы достаточно известны. Поэтому мы вас ждем сердечно на нашей первой программе, на современной разработке ПО или на нашем онлайн программе, нашей онлайн программе разработка цифровых продуктов в распределенных командах. И там и там мы вам обещаем, что вы сможете получить доступ к преподавателям, которые знают свое дело, к практике, которая сделает из вас хороших специалистов и к нашим компаниям, партнерам, к нашим лабораториям, которые позволят вам выбрать то направление, которым вы хотите заниматься. Успехов и хороших, конечно, всем хороших тех экзаменов, единого государственных экзаменов, хороших результатов. Хочу я вас пригласить. У нас завтра будет также день открытых дверей в 14 часов. Очина, Казань, улица Кремлевская, дом 35. Это второй корпус, высотка напротив главного корпуса на 13 этаже, аудитория 1310 в 14.00. И также у нас будет трансляция ВК на нашем аккаунте ИТИСКФУ. Подключайтесь, задавайте там также свои вопросы. Мы с радостью будем вам отвечать. Всего доброго. Спасибо большое. Я напоминаю нашим абитуриентам и зрителям, что вы можете задавать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте Казанского Федерального Университета. До новых встреч и всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова